Музыка Одна из самых эпатажных и эксцентричных певиц российской эстрады Женщина, которая любит шокировать каждым своим появлением На сцене Лолита приехала в Крым Сразу два города принимают артистку Симферополе, город-герой Севастополь Но мы с вами, друзья, увидим гораздо больше Слабилась, ложечки, да А скажи, а с кем ты работал до меня? Валера Миланзе, Саша Маша Ты вообще одаришься, что ты очень худой Что ты нулевой размер А теперь сядь, чтобы нас не сравнивали У вас есть любимые песни? Титаник Девушки, ну спойте нам чуть-чуть О, нет Мы уберем картинку Нет Мы подложим другие лица Нам нужна такая женщина, чтобы прям вот спелая И чтобы ваша душа развернулась Вот такая нам нужна женщина Вот женщина, я вижу Добрый вечер Здравствуйте Вы с цветами Для Лолиты купить? Ну да Красивые Старалась Мужчины, добрый вечер Здравствуйте Это все мне столько цветов Спасибо большое И это, ну не стоило было, конечно Но мне очень приятно Я с вами спою, честно Давайте кусочек Нет, я не решусь Извините Нет, не надо слов Не надо паники Это мой последний день на Титанике Спасибо большое Пожалуйста Ну не переживайте так Я знаю, что это для Лолиты Пошлю его на небо за звездочкой Ну и дальше по тексту Нет, не надо слов Не надо паники Это мой последний день Это паники Я не совсем Я не совсем Я Я Я Я Я Сейчас, мужчина Не трогайте Мужчин, друзья А я Любительная песня Куритой Куритой Спасибо Концерт закончился Просто феерично Зал аплодировал стоя А для нас, друзья, все только начинается Мы идем за кулисы Для того, чтобы лично пообщаться с Лолитой Что ж, друзья, видите, написано не стучать Но мы постучимся Нам можно Лолита, добрый вечер Можно к вам? Первому Крыму можно все Ну, собственно, вот так выглядит гримерка Замечательные артистки Смотрите, здесь и цветы Море цветов, я бы сказала Костюмы Хлебушек Хлебушек, да Хлебушек для членов коллектива, надо сказать Чайник Вот есть туалетная бумага Все есть Полотенце Этот чемодан, который мы называем кухня Это Эдика, моего директора Тут у нас все лекарства От всего Это я еще не снимала макияж, чтобы всех не пугать Вы любительница, как это сейчас модно говорить Хайпануть Вы любите шокировать своими нарядами в том числе Раньше шокировать, а сейчас говорят хайпануть Хайпануть День На чиндалеке На чиндалеке Спасибо! Как вы относитесь вот к критике в свой адрес? Замечательно отношусь Здесь она конструктивна Ваша коллега по цеху Мадонна недавно отметила свое 60-летие Вы видите свой юбилей на сцене? Я еще не отметила 55-летие на сцене Надо водить себя до моего состояния Это сразу будет колобок А мне в метр семьдесят три с половиной еще можно Он привез к каблук Тебе говорят А я на сцене работаю без каблуков Вот в балетках А можно посмотреть такие красивые балетки? А что это за балетки? Я могу сказать Когда я покупала в Канаде И я не обратила внимание на фирму И сожалею, что взяла только четыре пары Очень удобно работать И ты не думаешь о том, как ноги устанут Там спина устанет от каблуков В Крыму вы успеете чуть-чуть побывать? Если не успеете, улетаете, да? Вот сегодня замечательная женщина мне дарила цветы Она на перевале торгует медом, лавандой, орехами Благодаря именно ее стараниям Я научилась сама варить варенье шишек И сушить лаванду Я в этом году сварила варенье из грецкого ореха первой жизни Ого! Это геморройно! О! Получилось? Очень вкусно Просто по-сумасшедшему А что еще из Крыма привозите? Ну, мне многие говорят, что то, что я привожу Это не есть крымский лук Но знатоки говорят, что красный лук Он не есть обязательно крымский Оказывается, в Крыму он растет в определенных условиях Где-то Он растает не весь год Но я с таким удовольствием, значит, с сеточкой, которая так Иду Но, честно, он поедается так же замечательно А любимые места есть у вас? Вот там, южный берег Крыма, или, допустим, западный, там, Ялта Вы знаете, любимое место – это домик Чехова Почему? Любимое место нет Энергетика Ты заходишь в этот дом Ты понимаешь, что в нем происходит суета И ты чувствуешь усталость Чехова От гостей Он сбегал уже оттуда Специально делал маленький Потому что он оставлял всем артистам МХАТа и прочим Всем, кто, значит, люди как люди Они ничем не отличались Такие же артисты, которые приезжали Это вот сейчас бы это выгодно Чувак, оставь ключи от квартиры, да И бедный Чехов, значит, куда-то съезжал В небольшой домик, очень красивый Как оставаться такой же энергичной Так и ослепительно выглядеть, как вы Ну вот, поделитесь с нами, пожалуйста, своими секретами Знаете что, главное не думать о том, чтобы каждый день ослепительно выглядеть Потому что так можно сойти с ума Я любитель вообще копаться, мягко говоря, в огороде без перчаток Что бы я ни делал, потом, значит, эти ногти – это кошмар Потом я звоню девочке, которая мне делает Говорит, ты можешь мне спасти одну руку? Я не успеваю, это уже не делаем Но это рабочее, а мне брать микрофон, а сейчас в камеру И все будет видно, что я без маникюр Вот, если ты травмируешь психику все время на показ, ты сломаешься Поэтому я желаю всем, и мужчинам, и женщинам, не надо жить на показ Быть искренней, быть настоящей, быть собой, как Лолита Спасибо вам огромное, можно я вас обниму? Спасибо вам Спасибо вам большое Сюрреалистичные картины, поражающие своей оригинальности В Симферополе открылась выставка крымского художника Юрия Лаптева Здесь представлены работы не только выполненной акварелию, но и так называемые афорты Которые создаются с помощью специального станка На это уходит уйма времени, мне не терпится пообщаться с художником Пойдемте Как читать правильно картины сюрреалистически? Потому что каждая деталь, она имеет какое-то значение, а не спроста здесь Почему, например, на этой картине, пойдемте сами, пойдемте, пойдемте Почему на этой картине белый кот? Вот скажите, пожалуйста Вот рыба, 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 все понятно, все понятно Та-дам, белый кот Коту очень острое зрение, и он в капли может мир увидеть, и все, что угодно Виктор, вы как эксперт, расскажите про те работы, которые с ним представлены на выставке Гениальный график Юрия Лаптик Это ваш друг? Я счастлив, да, я счастлив его представлять здесь, потому что это, действительно, он ушел дальше, чем Сальвадор Далей Он не нашел еще такого ценителя, знаете, который купит сразу за миллиард долларов Но он найдет, он найдет Вы считаете, что, например, вот эту картину можно продать за миллиард долларов? Ваши работы, на самом деле, могут стоить миллионы долларов Вы с ним согласны? Ну, это, наверное, расхужее мнение Если сотбе заинтересуются моей работой, допустим Вполне возможно, что на аукционе она будет стоить 10 тысяч или 20 тысяч долларов Это графика, это сделано в уникальной технике Это афорт В этой технике работал Рэмбро, Дюр Я знаю, что в Крыму осталось всего 3-4 художника, которые владеют такой техникой афортом Почему вы до сих пор этим занимаетесь? Проще просто писать картины красками по старинке на холсте Это, наверное, болезнь Кто однажды попробует эту технику, она больше никогда уже от нее не отойдет далеко Ты весь в краске по локоть, все в краске, потому что это ручная работа И по-другому доску не завить афортом Это древняя техника, 16 века Кванты вот этого металла, ты как бы прикасаешься к чему-то такому запредельному Вы студентка? Да, я студентка, я сама тоже учусь на графическом дизайне училища Самокиша Четвертый курс Уже успели пообщаться с художником? Нет, еще пока не успела Стесняетесь? Да Правда, стесняетесь? Пойдемте, я вас познакомлю Как вас зовут? Настя Юрий, это Анастасия Анастасия, это Юрий Юрий, ну пообещайте, пожалуйста, что вы посмотрите работу Анастасии Да, обязательно, конечно Друзья, я соединяю творческие сердца Обращайтесь, номер телефона вы видите на своих экранах Тоже художник? Нет Но вы какой-то творческий человек Да А чем занимаетесь? Творчеством Каким? Я люблю художников, я занимаюсь художниками А вот это и есть творчество Вы их продвижением занимаетесь? Сергей, вот скажите, вот такую работу, вот как вы считаете? У меня есть? Да, конечно, вот Данилов Александр Вот, когда-нибудь этот Данил Александр, может быть, станет знаменитым художником Это будет уже оцениваться с пятью, с шестью нулями Ты мечтаешь стать художником? У меня много картин, я люблю срисовывать, но больше всего люблю рисовать цветными карандашами Ты хотела бы познакомиться с художником? Да, я хотела бы очень, хотела бы познакомиться с художником Хочешь, я тебя познакомлю? Если можно? Конечно, можно, пойдем Конечно, пойдем найдем художника Я сегодня просто нахожу таланты и привожу их к мастеру Очень понравились ваши работы и хочется стать прославленным художником Пару советов дайте Хорошая вещь Рисовать, рисовать и рисовать Очень страшно, но это, я хочу тебе сказать, шедевр Это сразу Это мальчик, который поет на дудочке Это его ангел-хранители У этих ангелов-хранителей есть ключ от любой ситуации Боже мой, какой умный ребенок Мне очень нравится, что картина позитивная, даже гора улыбается Юрий, вы можете взять эту работу на свою выставку? Да, давайте Как назовешь? Ангелы и мальчики Так, ну что ж, вот Данилов Александр, 2018 Картина Ангелы и мальчик, друзья, вашему вниманию Ты счастлив, Саша? Да, я очень счастлив, я не верю Твоя работа теперь будет на выставке висеть, ты представляешь? Нет Спасибо вам большое, вы исполнили мечту мальчика только что И вам спасибо большое В следующий раз увидимся на твоей персональной выставке Я надеюсь, да Позовешь меня? Да Дай пять 25 октября на сцене Севастопольского театра имени Луначарского спектакль «Севильский цирюльник» Первая пьеса великого французского драматурга Бомарше, в которой появился проворный хитрец Фигаро Создатели постановки уверяют, что вы будете смеяться до слез 27 октября на сцене детского театра «Золотой ключик» сказка о царе Салтане Настоящая жемчужина в россыпи поэтических произведений для детей Благодаря режиссеру постановки Ирине Фаустовой произведение гения русской словесности заиграло по-особому Спектакль «Лауреат» нескольких театральных премий 28 октября на этой же сцене спектакль «Как поймать облако» Режиссер спектакля решила окончательно убрать все границы между зрителем и актером Поэтому разместила публику прямо на сценической площадке На подушках, по-турецки, на коленках, полулежа, кому как нравится Театр «Золотой ключик» приглашает вас стать не зрителем, а самым непосредственным участником действия 28 октября на сцене детского театра спектакль для родителей «Аз, Гесм, Тварь» Через тайны мистификации и откровения постановка открывает зрителям суть человеческого бытия Благодаря камерной атмосфере артистам не спрятаться за пышные декорации и костюмы Они оказываются один на один со зрителем, который слышит дыхание актера и внимает каждому звуку и жесту Признаем с трепетом в душе всех нас придумал Бомарше Музыкальная комедия «Покоренные любовью» или «Виват, Франция» На сцене Музыкального театра Республики 31 октября, начало 18.30 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова